Участие в театральных постановках помогает детям лучше вникнуть в жития святых, почувствовать себя участниками тех событий, о которых в них рассказывается. Ведь все, что показываешь со сцены, нужно постараться внутренне прожить самому. В Омске прошел 4-й православный творческий конкурс воскресных школ «Театральная осень», организованный епархиальным отделом религиозного образования и катехизации Омской епархии. С подробностями наши коллеги. В соответствии с завершающимся годом театра, творческий конкурс воскресных школ «Театральная осень» проводился в форме театральных постановок, посвященных житиям святых, земли русской. Это как раз тот случай, когда важна здесь не победа, а важно участие. Что мы пришли, выступили, показали себя, посмотрели на других и получили радость, духовную радость от общения. Выступления на конкурсе отличались духовным содержанием, артистизмом, декорациями и костюмами. Работу по организации и координации мероприятия провела заведующая сектором работы воскресных школ и катехизации Омской епархии Ольга Соколова. Тема сегодняшнего нашего конкурса, она не случайна. «Святые и святыни земли русской». Мы специально сделали эту тему для того, чтобы пройти еще раз по шагам нашей истории именно через жития святых. Потому что сейчас дети не видят красоту нашей истории. И поэтому эту красоту и историю они могут увидеть сегодня в нашем конкурсе. И я думаю, что продолжат дальше изучать именно историю своей страны. В сценарии мероприятия, написанный педагогом русской классической школы Мариной Дядык, продолжил благое дело проповеди духовного просвещения. Мы очень хотим, чтобы продолжалось такое духовно-нравственное воспитание детей, чтобы не забывали те наставления, которые нам оставили наши предки знаменитые, святые отцы. Фестиваль объединил детей разных воскресных школ и напомнил, что искусство способно и призвано служить нравственным началом, являясь ступенью к христианству и проводником человеческой души от мира в храм. Я буду изображать образ царя Николая II, то есть мученика, который пострадал за всю нашу Россию. Этим спектаклем мы можем напомнить людям о трагедии Николая II. По окончании встречи члены жюри наградили дипломами, благодарственными письмами и книгами победителей и лауреатов конкурса, а также руководителей творческих коллективов.